Книги Таня, глава первая. Мы сегодня заканчиваем первой главе. И если, даст Бог, у нас останется время, начнем второй главе. Но пока мы не закончили первой главе, у нас осталась очень-очень важная часть в учении этой главе. Для того, чтобы будем его понять, я бы хотел начинать с вступлением. Цель сотворения мира, главный цель сотворения мира, включается в том, что человек, несмотря за наш мир, несмотря за то, что наш мир не выражает присутствие Творцу, не выражая присутствие духовности, человек должен к этому дойти через свои мысли, через веру. Автоматично оно не выражается такое, да? будет, первое, достичь вера в Бога. Во-вторых, будет выполнять задача дана ему. Каждый человек при рождении получает задачу, которую он должен выполнять при жизни. И каждый отвечает за выполненные задачи при его жизни. И если не получается ему выполнять задачу, даже если он был очень правильный человек, известно в Каббале, что он будет повторять жизни в другой телесный вид, и еще раз, и еще раз, и еще раз, пока не выполнится данная душа и ее обязательства перед Всевышним. Это повторение является, конечно, в еврейских божественных душах, и является у него евреев. Есть многочисленные к этому доказательства в Талмуде определенные людей, которые вернулись в телесные жизни для выполнения определенных задач. По задаче дано человек. Человек получает от Творцу всенужную ему силу до выполнения. Не больше, но не меньше. Поэтому мудрецов говорят нам, утверждают, что человек не может рассказывать отмазку, что он не выполнил, потому что у него не было достаточно сил. Сколько страдает, так будет на вознаграждение. И сколько у тебя трудностей, столько и у тебя сил. Не больше и не меньше. Также у каждого человека есть определенная задача. Какая задача? К сожалению, нам не сказали. К этому есть несколько советов у мудрецов, у вожатых в каждое поколение, главе поколения, или мудрецов вообще в Талмуде, или в Мишне, или Равинов по всех поколениях затруднялись помочь нам знать, какая задача перед нами стоит. Но одна из самых ярких объяснений, которые написаны в Хасидут, говорит о том, что где тебе трудно, там и твоя задача. Где тебе трудно добывать результат? Имейте в виду, это твоя задача. Поэтому тебе трудно. где тебе легко, ну хорошо, но где тебе тяжело, там, наверное, твоя задача в мире. Почему тяжело? Потому что вся животная душа с ее помашет, клепот, прям концентрируется внимание, ставит очень много испытаний, что тебе стало трудно. и ты будешь переудалить и все равно выполнять. и это не касается только евреев. Разница между евреем и неевреем в том, что евреев начинается совершенно с другой старт. Они стартуют пробег подождение совершенно в другую точку. У евреев при рождении уже перегрузили ему 613 заповедей, из них 248 обязательства и 365 запретов. Это старт. И поскольку что у него такая серьезная нагрузка, естественно, дали ему все усилия этого выполнять. для этого евреи предназначен особенная подготовленная душа, то, что называется божественная душа, которая должна помогать ему это выполнять, иначе он бы не выполнил. У неевреев повезло, у них всего лишь 7 заповедей, не больше. Тот, что называется 7 заповедей Ноаха. И они общечеловеческие заповеди верят в единое Богом, назначат судья и слушат их, запреты о определенном количестве женщин, которые запрещено с ними иметь личное отношение мама, сестра, дочь. Вот простые, элементарные. Не убить, не есть живое животное. Всем заповеди очень простые. И поскольку они общечеловеческие, поэтому им предназначено особенное для этого усилие. Какая? Это называется Дмут Адам. Вы человек, быть человек. Они сотворенные Всевышней людьми. Другим словами, у них есть разум. Во отличие от любого другого существования в нашей планете, у них есть человеческий сильный магуческих разум. И поэтому у них есть свободный выбор, как у нас. У нас просто очень обширный, очень тяжелый. У них не так тяжелый. Разница какая. Они будут судиться, их будут судиться за невыполнение их всем заповедям. По всем строгости, как нас. только у нас 613, а у них 7. И поскольку, что это общечеловеческий порядок, им не нужна для выполнения задачи то, что называется Божественная Душа. Это дополнительная Душа. Почему я это говорю? Потому что много пользуются, следующие слова, извините за выражение, я скажу это очень жестко, приносит разный бред. И мне это важно, что вы поймете, что это не есть уважение по отношению к какой-либо человеку, не дай Бог. Человек сотворен всевышний. Это означает, что для их выполнения задачи не нужны другие усилия. Для еврея, для того, что он смог вытащить себе из болота и держать себе на 365 запретов и 248 обязательств нужны двух вишек. Первый, облегченная животная душа. Животная душа, которой ее источник является клепат нога. Клепа, мы уже говорили в разных уроках, но если скажем так, это тех ангелes, которые должны, это их задача, ослепить нас и давать нам неуверенности в существовании Творцу, сыт в нас сомнения и испытания. Но поскольку, что у нас задача неимоверно тяжелая, поэтому нам дали, если можно в кавичках говорить, поблажка, облегченную вид животная душа, которая в ней, в этого животная душа сияна изначально, вид сомнений в эго. Что это значит облегченное? В чем она облегченная? Она милосердная. Что это значит милосердная? Она в натуре хочет делиться с кем-то. То есть у нее есть облегчение в самой эго. Скромность. Что это значит скромность? Почему я должен стесняться в чем-то, которое я совершил или в мой организм? Чего я должен стесняться? Того, что я стесняюсь, это означает, что у меня видооблегчение в самой эго. Я не настолько эгоистично чувствовать, что я совершенен. Не совершенен. Я не считаю, что я должен всем рассказать, кто я такой. Также мы будем учиться во втором главе. Мы получаем особая душа, которая может нас тянуть. Тянуть сильно для того, что мы будем реально быть осторожны и не будем нарушать 613 заповедей, положительной и запрещающей. А им это не надо. Им просто это не надо. Поэтому вид животная душа у неевреев будет исходить из трех других клепот. У них будет сложнее быть правильным. Для того, чтобы быть милосердием, который является частью их заповеди, им придется тяжело работать над собой. потому что это одна из задач, которая предстоит перед ними. И они должны преодолеть их нежелание быть милосердием. Напротив, у них будет и есть человеческий разум для того, что заставит себя быть милосердием. У них не будет в натуру желания быть скромной. Нет, не будет. Но у них есть человеческий разум и обязательство стать скромной. Это их испытание. У них другое, чем у нас. Поэтому у них будет животная душа жестче, чем у нас. Но человеческий разум, который соответствует задача, которая перестает перед ними. Теперь, после того, что я это сказал, давай почитаем. Машенька, в отличие от животная душа, который мы учили в прошлого урока, который даны евреями, нефашот умы с эвдегилулием, души, животные души, принадлежавшие неевреями, они мешают кляпи сатмей они исходят из других вида кляпот, и в них не заложен на облегчение, в них нет добро, сен в них, они не логки, они тяжелые. Как написано это в Кабале? И как это написано? Вехол тиву дэавдин хоумэйс эвдегилулим любое добро, которое делают, совершают неевреи без без я подчеркиваю без того, что они за этого хорошо трудились и очищали себе тот, который идет по инерции без того, что они трудились над этим, да? Легармаю авдин, они будут это выполнять ради себя. То есть им говорят, вы будете совершить добро, если вы не будете воспитывать себе как человеческий разум, в дму с одом, в образ человек, когда вы будете совершить добро, он будет эгоистичным. Почему так есть животное душа? Так есть душа? Когда Иса в Гемора, как написано тоже в Талмуда беттам, аля пасук в хесед лу мим хатат, что бывает, что миласердзе являет цегрих, шекол цдок о хесед, лубая миласердзе идабро, шоум эсэвдегилу лим муэсэм, катоарэй дилают ани, эйнон эл лисея, ани только для того, что хвастаться. Еще раз подчелкиваю, это их испытание, это не означает, что они не могут преодолеть это, это их задача. Мы получаем фур, это у нас не проблема, но у нас помимо этого 613 заповедей перебороть, поэтому это нам экономили, а у них другая задача, для того, что стать правильными, они должны перебороть своих эгоизм через человеческий образ, через разум человеческий, который должен воспитывать их животная душа. Надеюсь, что это понятно. Понятно? Замечательно. Теперь после того, что мы закончили первой главе в Тане, который вначале мы задали вопросом, касающийся кладвы, который божественная душа должна давать перед Богом, перед Творцу, перед спуском в материальной жизни. и после того, что мы познакомились с пяти уровням среди людей, два вида вража, в грешной, два вида в праведник, в цадик, и уровень бейнуны, мы после этого познакомились, кто такая животная душа. Кто она такая? Она исходит из клепа много, из клепа названа много, смешанная добро и зла. Добро это просто самое ослабление эго. В этом концентрируется ее добро. Она ослабленная, но тем не менее она устроена из разных тяг к наслаждению мира. Будь это спирчивость, будь это ленивость, будь это не окончательное, не утомительное желание к получению наслаждения, будь это просто болтовня, это все истекает от характера, который имеет индивидуально каждого по отдельности животная душа. Теперь, после того, что Ребя нам познакомил с первой душой, которую мы встречаем в жизни при рождении, Ребя говорит, хорошо, мы поняли, это тот душа, которая рождалась нами при выходе из нашей матери, теперь познакомимся и глубоко познакомимся с Божественной душой. Вторая глава. душа, вторая душа, принадлежавшая рожденной евреи. Вторая, потому что она приходит, вторая. Она начинает ее путь соединения с нами, с обрезания на восьмой день, дальше укрепляет ее связь с нами до бармитсву, до 13 лет у мужчины и батмитсва 12 лет у женщины и обязательства, которые наказуемые появляются у мужчины и женщины в одно и того же возрасте 21 год. Тогда она совершает ее уединение с нами. Женщины в прирождении, а не раньше нас. Ну, есть такие понимания, что у женщины они происходят, когда вторую вызывают отца и заявляют о ее имя, то тогда она начинается уже уединиться с ней. То есть, это ваша божественная вторая душа у евреев и какая она? Если характеризуем ее простым словами, хелек элойка мимал мамеш. Хелек элойка мимал мамеш. Четыре слова. Часть. Хелек, часть. Берите хлеб, отразайте кусок, часть. То есть, что это говорит нам? что это самой вот этого существования. То есть, кусок из самого хлеба. Кусок из самого что? Элойка. Творцу. Кусок творец. Это очень серьезное слово. Кусок творец, часть творца. мимал и сама. А какой часть творца? Можно творца, мира целут. То есть, не самой тем, а аура, святость. Мимал и самого высота. Самая высота. Мамаш. Это не мамаш, это как бы четко. то есть, это не преувеличение, не окрасило нам вот ее положение. Вот она такая. Какая это душа, которой была дана нам кусок творцу, самого верхнего куска творца. Четко. Вот так. Вот как есть. Теперь надо знать, откуда ребята в зал. он говорит к Мойше Косов, как написано, когда Всевышний сотворил первый человек на земле, ваипах беапов ниш масхай, и вдохнул в него душа. Что есть Всевышний? Он говорит, что я вдохнул. Ну и что? Ну а птицы что? Животные, которые рождали до того. В чем разница? Очень просто. Вдохнул нигде не написано. Что написано? Сказал Всевышний, говорил Всевышний, хотел Всевышний, но вдохнул, такое выражение, вдохнул в него не написано. Это что-то означает. Как это означает? Как написано в книге Зоа. Мэн дэнофах митэйхэнофах. Человек, который вдохнул, когда мы говорим, что он вдохнул, что это означает? Что он взял внутреннюю силу и вдохнул это. Ну, например, когда я разговариваю, я могу говорить долго. Что устает, когда я говорю? Ну, вообще не устает. Меня я привык, могу говорить долго, бесконечно. А дайте мне шарик набывать, сколько времени я выдержусь? Несколько секунд. Главокружение пойдет. То есть для того, что говорить я пользуюсь сколько усилия из моих логких. Ну, минимально, поверхностно. Поэтому могу говорить долго. Мне нужно набирать энергии, набирать воздух, а потом ее вдохнуть. Ну, очень-очень слабо. Мне не надо стараться. А идет так. А когда я хочу вдохнуть, вдувать что-нибудь, я вынужден пользоваться вот очень много усилия моей логики и вдохнуть. Поэтому я устаю быстро. когда Всевышний говорит, что он вдохнул в Адам душа, в отличие от все предыдущие сотворения, которые были речей, это означает, что он взял что-то от внутри себя. Это же образец притча такая. У него нет рот, что он вдохнул. У него нет логики, который вдохает. Это определенное описание. Поймите, с какого места взатое в вашей душевной жизни. Откуда? От глубоко, от глубины к Богу. Нет поверхностного. Пирож метухи и упрямь и значит из внутри и из глубины. Когда человек хочет вдохнуть из глубины своего дыхания, он должен воспользоваться сил дыхания. В отличие другого. То есть, мы поняли. Первый. Корень Божественная душа дана Адама при сотворении. часть Всевышней. Какой часть Всевышней? Самого вверх часть Бога. И какого часть? Поверхностной или глубины? Глубина. Вот это первый источник. Что это точно? Для этого есть очень много в Кабале описания и в Хасидут описания. Это отдельная тема. Но первое, что мы должны знать, что Божественная душа приходит откуда? От часть Всевышнему из его глубина и не поверхностная. спрашиваете вы, наверное, хорошо, это кто получил? Этого душа кто получил? Да, не еврей. Вроде беда. Почему мы называем это Божественная душа, еврейская душа? Кто нам дал такое право? А что у Хевель и Каин? Они получили этого душа или не получили? Ну да, одни же стоили. А тогда вот как? А потом все потомки до Авраама решили все, хватит, только силовья Авраама или как? А Ишмаэл у него была Божественная душа? Нет. Уже нет, да? То есть он уже не из человека, не из Адама, да? Как это происходило? Поняли вопрос? вопрос очень простой. В человек, какой человек? Адам, первый сотворенный человек на земле, вдохнули душа. А потом что было? мы уже учили, что есть животное душа. Животное душа естественная у всех есть. Понятно, что человеческий разум у всех есть. Это даже без вопросов, да? Божественная душа это дополнение. как мы говорили, она дана для определенного выполнения и предназначения. Они дают просто так. Адам, первый человек на земле, рассказано в Зухар, в Кабале, что он был совершенный человек, самый высокий человек, который когда-то был на нашей земле. Первый, его тело было сотворено Всевышнему. Животная душа была дана ему прямо по контролю Всевышней. Наверное, поэтому у него было так сложно жить. Такая крепкая животная душа была у него. И человеческая и божественная душа была дана ему полная полности душа. Наши души это часть душа Адама. Этого душа Адама была разделена, так написано, на шишим рыбок, 600 тысяч частей души, которые тоже разделены на много-много частей, и они были даны разные люди. Какие разные люди? Я спросил этого вопрос моего учителя, Габзалмин Гопин, который сказал, что это принятое знание каббалу, классическое каббала, из поколения в поколение до конца времен, до начала времен. Что это и есть выражение того, что мы читали, увидел Всевышний в праведнике, что они мало, поэтому сели в каждое поколение. до того, что было избран Аврагам, после него был избран Ицхака, после него был избран Яков и его сыновья, божественная душа была дана по божественному желанию. У Хевел была божественная душа, у Каи нет, так написано, нет, не было. У Лемех, который написан о нем, втору, была божественная душа, у других не было. У Шем Синоаха была божественная душа, у Ефет и Хам не была божественная душа, у Ноах была божественная душа, У Немрода, король, который с ним воевал Авраам, не была божественной души, естественно. У Авраам была божественная душа. У Лот, племянника Авраам, не была божественной души. У рожденного первого сына Авраам, то есть Ишмаэл, не была божественной души. У его сына Ицхак была божественная душа. Потом произошло, и мы будем учить это дальше в 18 главе, потом произошло совершенно другое, и заслуги перед Всевышним, подвиги, которые Авраам сделал, он получил обещание в союз Бейн-Абет-Арим, что он будет давать в наследство своих сыновья этого душа. Все. Он был сотворил, он не еврей? Нет, не сотворил. У него была божественная душа. Не было такого. Он был еврей из самого рождения. Поэтому он может говорить о том, что Всевышний вывел нас из Египта, хотя при чем он? Потому что его божественная душа была в Египте, и он может это сказать. И он может сказать, что Всевышний даровал нам Тору. Нам, потому что у него есть божественная душа. Ну, хорошо. Дальше. Следующий шаг — попытаться понять конкретно, с какого часть Богом, Творцу, выходит это в душу. Также мы находим сравнение, притча, если хотите так сказать. Нашами из Исраэль, души израильского народа, они были подняты в мысли Всевышнему. Кедихсив. Откуда мы это знаем? Бни бехойри Исраэль. Син мой первенец Израэля. Что это означает? Син. Когда у человека есть ребенок, где находится его ребенок? Самая глубокая часть его жизни. Он прям вот внутри него. Бехойри, первенец, той ребенок, который первый вышел. Первый вообще думали о нем. То есть, когда говорят мудрецов, что душа евреев была поднята в мысли Всевышней, и объясняют это словами «Бни, сын мой, первенец Израэль». Это означает, что корень этого душа в первенство и на уровень ребенок. Поэтому написано «Сыновья вы к нашим Богам». То есть, пируш. Значит. Как он говорит, как он говорит, как он говорит, из мозга, разум и в уреца, как он говорит, так же, как будто, нишмас из кулись Исраэль, душа каждого еврея, немшиком и махшавте в хорохмоса изборах, она говорит, из мисли и разума, Всевышнему. Дальше. Когда мы говорим «разум Всевышний», мы можем говорить «разум Всевышний», это даже уже не так высоко. Разум, хохму, что такое хохму? Это уже медот. Это уже в мир оцелут мы встречаем такой. Это уже определенный образ. Говорит Ребе? Нет, нет, нет. Мы говорим о другой вид восприятия разума. разум. Де и ухаким, в лои бихохмоядио. Он, мудриец, и ни визвестна нам мудраст, эллаху в хохмосу ехуд. Мы говорим о мудрость, мы говорим о мудрость, которая одна из Творца. как говорил Рамбам, Мойши Косова Рамбам, ше гуа мада, ве гуа йо идея, ве гуа йо дуа. Для того, что нам будет понятно, насколько этого мудрость, это не просто мудрость, когда мы пытаемся что-то понять. Наш разум это кто? Это мы. Того, что он пытается понять, это кто? Не мы. Это другой. И знание, которое порождает встреча нашей разума, выше которой мы понимаем, и теперь знание это третье. Правда? Ну, объясню. Я учусь математикой. Мой разум встречает впервые один плюс один. Один плюс один это не я, да? Не я. Понимание, что один плюс один это два. Это уже третий. Это уже достигаемое восприятие. Правда? Поняли или потеряли меня? А? Не достигаемое. А? Мы дойдем, мы дойдем. Мы еще не дошли. Мы дойдем. Это бесконечность. Но мы дошли. Не дошли. Ну, потихоньку. Давай по-простому. Давай по-простому. У меня есть машина. Я ее понимаю. Я не инженер, я не знаю машину. То есть, если я хочу понять машину, мне нужно учить. То есть, есть я, есть машина, и есть знания. Это три разные вещи. Правда? Представляете? Рамбам объясняет, что означает мудрость у Всевышнему, сколько что все едино, Всевышний один, он и субъект понимания, и знания одно. Как будто мы бы сказали, что я и моя машина и знания про машину это одно и высшее. Я пытаюсь понять, что это означает. Гуа мада, он знания, гуа ядуа, он и понимание, и он айодя, и он сам знаток. У нас это три и высшие. А у него это один. Говорит Рамбам не пытай это понять. Ведавар זה это понятие. Эн би хо и леса адам лавину албурьёй. Человек не может это понять. Кедихсив ахек лейкатым цау лейм и ухтив лейм ахшавай сайм ахшавай сайхам. Поскольку что я не вы, я творец и нис отворьё. Поэтому вы не поймете меня. Если поставим итог нашего урока, который был не так логкий, Рэбб хотел нам первое показать корень нашей душой. Первое, что эта часть самого Всевышнего от глубинной от части Всевышнего вдохнул. И этого глубинной от части Всевышнего дали нам на уровень мудрость божественную, которая недостигаемая нам понять в нас каждого из обязующихся евреев перед Всевышнего. Следующий урок будем учить, как она, то есть душа, божественная душа, реализуется в нашей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...